Любовь Ты поступай как хочется И никому на свете Грусти не выдавай Новая встреча, лучшие Средства от одиночества Но и о том, что было Помни, не забывай Мечта сбывается И не сбывается Любовь приходит там Порой не там Но все хорошее Не забывается А все хорошее И есть мечта Пусть о любви нечаянной Кто-то сказать осмелится Если поверишь в это Сердце не закрывает Сердце неопитаемо Снова любовь поселится Но и о том, что было Помни, не забывай Мечта сбывается И не сбывается Любовь приходит там Порой не там Но все хорошее Не забывается А все Есть мечта ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Наверное, скоро мы ходим разучимся Уже привычка ездить в нас живет Пройти пешком всего два шага мучиться Сто километров на авто не в счет Автомобили, автомобили Буква на все Заполонили Там всем векомбане Возле доставил автомобиль Автомобили Автомобили Буквально все Заполонили Там всем векомбане Лежала мы Возле доставил автомобиль Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok — Против многодетных Звоните в прямой эфир Для дементровградцев 8422-код 440808 440808 И представляйтесь — И задавайте вопросы — Да, обязательно Алексей, первый вопрос sangян от меня пока поступит Вот эта история, которая попала в ваш фейсбук Вы рассказали о том, что одну из многодетных мам Дементровграда обвинили в том, что она террористка Вы могли бы поподробнее об этом рассказать? Это была очередная провокация. К сожалению, в этом участвовали администрация города Димитровграда, а точнее его главы города Большаков и начальник службы безопасности ихний, это Лапин. Проблема заключается в том, что мы многодетные в Вайбере отвечаем на многие вопросы и помогаем многодетным семьям решать их житейские проблемы. И в нашей закрытой группе находится около 1000 человек. Поэтому легко под чужим именем и фамилиям проникнуть туда, слушать, делать скрины, что было и сделано. И на обычную простую шутку, которых в КВН или в других юмористических передачах полным-полно заскринили, а дальше перед самым заседанием слили. И тем самым у нас начались маски-шоу около ДК Восхода. Собаки искали зарывчатку. Олю Кутузова опрашивала полиция. Было много неприятностей. А что за заседание? Что за заседание? Что за заседание? Дело в чем, нам губернатор, чтобы многодетные быстрее получали землю, выделил участок, который предназначался для многоэтажной застройки, там по девятиэтажке. И эти земли вместо девятиэтажек выдают многодетным семьям. Для того, чтобы вместо девятиэтажек построить там коттеджный многодетный поселок, надо провести слушания, в которых, как говорится, будет именно сказано, что вместо многоэтажек будет коттеджный поселок. Вот эти слушания как раз и срывались вот этими вот мероприятиями. То есть, подождите, у вас выделены земли, участки для многодетных детей под застройку? Семей. Да, для многодетных детей под застройку. Да, совершенно верно. Вы коснулись очень сложной темы. И простым радиослушателям очень сложно понять всю эту нормативную, сложную интерпретацию. Ну, если просто рассказать в двух словах, расскажу так. В общем, у нас нам губернатор выделил участки многодетным и еще должен, как говорится, город передать те земли, которые федералы отдали именно городу для того, чтобы выдали многодетным семьям. И вот здесь собака и зарыта. Губернатор обещание свое держит и областные земли многодетно выделяются. Вот до этого было 90 участков, выделено многодетным. Сейчас еще 70 семей. Для этого и проходит слушание, что от города требуется только одно. Провести слушание и как надо проголосовать. Слушание, опять же, подчеркиваю, не по выделению земельных участков, а по изменению застройки. То есть, что они согласны, что вместо девятиэтажек там будет коттеджный многодетный поселок. Ну, давайте по-русски просто скажем. Есть какая-то земля, которую нужно каким-то образом написать какие-то бумажки, оформить, чтобы люди получили, многодетные семьи получили участки и могли там построить себе жилье. На эту тему, эта тема давняя. Где-то числа 20 февраля она выпустила программу «Между строк». Для того, чтобы как-то немножко иллюстрация какая-то была этой истории, я предлагаю сегодня сейчас послушать. Ребята, давайте включим, чтобы было немножечко понятно, накал страстей какой вокруг этого, а потом поспрашиваем Алексея, что там происходит. Здравствуйте. Недавно на встрече с ветеранами президент России Владимир Владимирович Путин обсуждал реакцию некоторых наших граждан на миры по поддержке семьи с детьми, которые были сформулированы в послании президента Федеральному собранию. Я никогда не мог это даже себе представить. Оказывается, появились те, и сейчас распространяют свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Но вот надо просто этих не запрещать им говорить, а надо показать, какие они, что это за люди, какие там моральные уроды на самом деле. Прислушаемся к Совету Президента и предоставим слово председатель Людмитровградской городской думы гражданина Ерышева, чтобы понять, что это за люди заседают в городской думе. Я председатель городской думы, я житель города Людмитровград, вырос здесь. Мое мнение, вот это данное решение выделения вот этих земель, вот эти 450 гектаров для многодетных, это авантюра, это преступление. Данный вопрос надо было решать. С каким образом? На землю, в сельхоз назначения бывших. Там надо решать. И там строить новый поселок. Вот это было бы правильный, верный. Сейчас вас просто затягивает в авантюр. Некоторые граждане, некоторые, это за это руководители области. Итак, для понимания. Преступлением Ерышев называет выделение трех участков площадью 19, 12,5 и 450 гектаров из федеральной собственности в введение города Дмитровграда для строительства жилья многодетными семьями. Правительство Ульяновской области и губернатор Сергей Морозов выполнили свои обязательства. Земля выделена и городу передана. И это, с точки зрения Ерышева, преступление. Преступление выделять землю многодетным семьям в городской очерте. Там, где доступны подключения к городским коммунальным сетям, к электричеству, выделять надо было, по мнению умника Ерышева, где-нибудь сельской местности. Видимо, подальше от города. И правда, зачем городу эти многодетные семьи? Один шум от них и от их детей. А вот земельные участки, конечно, пригодятся. Как подозревают защитники многодетных семей под коммерческую застройку. Оно и понятно. Вот тому же гражданину Ерышеву надо почти миллион рублей в бюджет вернуть. За цирк, в который они с Кулиным и Гебадиновым превратили выбор. Миллион рублей из своего кармана. На решении проблем многодетных, сами понимаете, таких денег не заколотишь никогда. Это же не коммерсанты. С Ерышевым, кстати, солидарный депутат Государственной Думы от КПРФ Алексей Куриный и заместитель председателя законодательного собрания коммунист Гебадинов сидели, слушали Ерышева, поддакивали. Да, прав Владимир Владимирович Путин. Не надо запрещать таким людям говорить. Пусть говорят, а народ сам увидит, что это за люди. Ну вот такая история. Понятно, что у многодетных, наверное, такое выражение, что это преступление вызвало такую бурную реакцию достаточно. А вот почему именно преступление? В чем вообще проблема? Почему нельзя земли-то выделить? В чем? Ну да, прекрасное же решение. Какая разница? Но есть многодетных. Нет, именно. Ну понятно, что может быть там нелогично или не стоит здесь земли выделять, потому что мы можем их там пристроить куда-то, да, получше. А почему преступление-то такое громкое слово? В майну отправить строят из Дмитрия Грады. Ну, наверное, потому что считают нас преступниками, потому что мы требуем свое. Мы же не требуем чего-то чужого. Закон есть закон. Владимир Владимирович издал этот закон, и по закону нам должны эти земли дать. Мало того, губернатор всячески содействует, чтобы эти земли дали. Но есть еще одна проблема, что потом городу придется тратиться на это. Каким образом? Надо вести дороги, надо вести электричество, надо вести газ. И это опять же деньги. А если это все под коммерческую застройку, то тут одни прибыли. Ну, выходит, что получается, мы преступники, потому что у нас нет таких денег. Очень странная логика, честно говоря. Но это же коммунисты, они вроде бы должны бороться за социальное равенство. Честно говоря, я в комментариях когда читала Алексея в фейсбуке, многие не верили, что так могли сказать коммунисты. Ну, прямая же дичь. Ну, прямая же дичь. Я видела это видео, да. У нас с вами вчера был целый день прямой речи коммунистической, да? Вчера мы слушали, сегодня мы слушаем прямую речь, мы же ничего не выдумываем. Нет, просто хочется докопаться до истины, почему же такая реакция возникла. Я знаю, я знаю почему. Расскажите, Алексей, расскажите. Дело в чем, вы просто путаете две вещи. Вы путаете КПСС, Коммунистическую партию Советского Союза, и КПРФ, Коммунистическую партию Российской Федерации. Это, понимаете, это разные совершенно организации. Мало того, я скажу такую кончинственную вещь для КПРФ. Если бы КПСС существовало бы, большинство из них бы просто сидело. Объясню почему. Потому что те принципы, которые подразумевались КПСС, они попраны, нарушены КПРФ. По существу КПРФ это всего лишь картинка, за ней не стоит тех принципов и убеждений. Вот в этом весь корень и заключается. Потому что эти люди, они пришли не из идейных соображений, они пришли с одной только целью – отомстить. Кому-то, как говорится, губернатор не нравится по одной простой причине. У кого-то не срослось с бизнесом, кто-то хочет поправить свое положение. Но именно помочь людям, именно сделать социальное государство, я такого не вижу. Ну, а есть как бы, простите, но есть как бы, это же как бы, вот вы сейчас тезис высказали, Алексей. А как бы доказать его, на каком-то примере, как доказать, что это люди, которые по-другому как-то действуют. Что они на самом деле не хотят этого равенства, не борются ни с какой приватизацией. Как доказать? Да очень просто. Вот взять того же сейчас Ерышева, да, который… Ерышев – это председатель городской думы, да? Да, давайте вспомним, кто он такой был-то. Но начнем с истоков этого приватизации. Когда-то Ерышев возглавлял совет депутатов и был также председателем… Это где? Это в конце 90-х годов и в начале 2000-х. Ага. Можно сказать, это отец приватизации. То есть, именно с его легкой подачи и началась приватизация. Тот же кинотеатр «Меликес», который приватизирован, это все было при нем. То есть, практически он протоптал эту дорожку, а теперь перестроился, теперь он якобы борец с этим делом. Странный человек. Ну, то есть, он рассказывает о том, что он борется с приватизацией, ненавидит олигархов, а на самом деле приватизацией занимался будучи председателем Совета Депутатов. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Ну, у нас сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы снова вернемся к нашему разговору. Реклама. Озабоченный тем, как избавиться от угревой сыпи? В клинике косметологии «Эланда» опытные врачи-косметологи знают, как решить эту проблему раз и навсегда. «Эланда». Здоровье для жизни и красоты. Здание гостиницы «Венец». Телефон 737474. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. В магазинах «Победа» с 11 по 13 августа 2020 года. Шашлык свиной охлажденный «Победа» 199 рублей за килограмм. В новом магазине «Победа» на Ленинского комсомола «7». Количество товаров ограничено по дробности в магазинах «Победа». Выгодно знать, где покупать. В Ситилинг большая подготовка к 1 сентября. Не пропустите! Все-все для учебного года со скидками до 50%. Например, компьютер «Айрухоум» всего за 39,990. Ждем вас на Ситилинг.ру. Акция с 10 по 27 августа. Подробности на сайте. О Ситилинг. Уграин 114774-646-1422. Москва, Шоковская, Шоссе, 27, строение 1, аж 1, помещение 1, комната 51. Лента представляет. Безумные скидки. В ближайшие среду, четверг и пятницу в ленте скидка 30% на все мороженое. Предложение не распространяется на товары марки 365 дней. Действует по карте. Лента. Материалы для стройки и ремонта по выгодным ценам. Мегастрой. С нами все получится. Телефон рекламного отдела в Ульяновске 41-44-41. Прогноз погоды представляет сеть магазинов бытовой техники «Полюс». «Погода» на Дорожном радио. Сегодня днем в Ульяновске ожидается малооблачная погода без осадков. Атмосферное давление составит 745-748 мм ртутного столба. Влажность воздуха 41%. Ветер северный, умеренный. На термометрах от плюс 19 до плюс 21. В Барыше, Корсуне и Индии синоптики обещают до плюс 22 малооблачно. В Новоспасском, Николаевке и Кузоватого столбики термометров будут держаться на отметке от плюс 19 до плюс 22 градусов. В Сингиле и Сурском до 21 выше нуля и также малооблачно. Прием. Докладываю разведданные. Только в «Полюсе». Честная рассрочка на холодильники, морозильники и лари, а также на стиральные машины и встраиваемую технику. Рассрочка именно честная. Повторяю. Рассрочка честная. Быстрая бесплатная доставка по городу. Передаю координаты магазинов «Полюс». Пушкарева, 8А, Хрустальная, 31, второй этаж и проспект Ульяновский, 24, ТЦ, Стройград, второй этаж. Связь окончена. Банк-партнер АО «Почта-банк». Срок акции до 31 августа текущего года. СИМБИРСКИЙ РАЗВОРОТ Возвращаемся в студию «Симбирский разворот» на радио 103.5. В студии, напомню, ведущий программу «Между строк» Эрнес Старателев. И Виктория Чернышева. И наш гость сегодня Алексей Якушев, лидер движения «Многодетный креатив» из Димитровграда. А говорим о том, как депутаты Гурдумы Димитровграда выступают против многодетных. Остановились мы о том, что какой-то лакомый кусок земли в Димитровграде категорически не хотят давать многодетным. Вот, Алексей, что там хорошего такого? Расскажите все-таки. Ну, во-первых, начнем с того, что эта земля очень удобна для постройки многодетного поселка. А где она находится, территориально? Территориально она находится в СОС-городе. Это как раз рядом есть кружки, рядом есть инфраструктура, коммуникации. То есть туда элементарно провести свет, газ и водопровод. Напомню, вы можете звонить в прямой эфир по телефону 440808, код города 8422, и задавать свои вопросы. Также видеотрансляция у нас идет на сайте 73 онлайн. Можно оставлять там свои комментарии. И слушать в интернете можно на сайте дорожная73.ру. Алексей, ну, это кусок леса, правильно я понимаю? Он такой достаточно экологически чистый, да? Что там вот? Совершенно верно. Это, не забывайте, что весь город Димитровград строился в лесу. И поэтому, чтобы где-то что-то рядом с Димитровградом построить, само собой вырубается лес. Также строятся многоэтажки постоянно. Сейчас вырубили под рынок. То есть, получается, что всем можно, только многодетным, которые не платят за это деньги, нельзя. Ну, а если не вы, то кто тогда был бы? Там запланированы многоэтажные дома, девятиэтажки. То есть, там бы был огромный, как говорится, многоэтажный район. Ну, они тоже бы вырубали лес, наверное. Само собой. Получается так, что вроде бы, ну, понятно. Нет, но сейчас там под кладбище собираются лес вырубать. Аэрод Миниросикович Гебадинов очень переживает, что он кладбище любит. У него это профессиональная страсть к кладбищам, и ничего. А тут многодетные семьи вдруг собрались пожить в лесу. Как же так? Должны жить, как заметил господин Ерышев, где? Где-нибудь подальше, за городской чертой, в зоне сельхозпоселения. А у земли сельхозназначения, куда бы вас выселили? В поле, в поле. Ну, понятно, что в поле, а куда? Вот где такие? Ну, они хотят туда, ближе к Новомайне. Но у меня, опять же, только предположение. Дело в чем? Здесь Ерышев тоже лукавит. Просто так в поле многодетных выселить невозможно, потому что земли сельхозназначения предназначены для того, чтобы на них сеять и пахать. Переводить нужно, да? Во-первых, переводить. Во-вторых, везти туда электричество. В-третьих, как строить школы, как строить садики, как кружки. Дальше, где люди будут работать? Ведь не забывайте, вот эти многодетные семьи, они живут в Димитровграде и работают. Как они будут добираться потом до своей работы? Ну, это просто, я считаю, неправильно. Алексей, а сколько вообще у вас в многодетном креативе сегодня семей? И сколько вообще семей многодетных... Да, ждут участка своего. Всего многодетных ждут участков примерно 1300 семей. Нормально. Причем, не забывайте, что люди дальше рожают, и количество многодетных у нас увеличивается. Вот гады, а, вот гады. Зачем? Зачем? Да, я же, я же, зачем выражаете? Да. И, я так понимаю, очередь, она уже многолетняя, правильно? Ой, очередь очень многолетняя. По 8 лет люди стоят в очереди. Наши чиновники поняли самую главную вещь, что в законе не прописаны самые главные сроки. А это значит, можно обещать бесконечно долго, и ничего тебе за это не будет. Вот в этом и проблема нашего стояния в этой очереди. То есть, дети уже могут вырасти, жениться. И тоже стать многодетными. Ждайте, ждайте, ждайте. И тоже стать многодетными. Да, да, да. По семейным традициям. У нас уже есть такие случаи, что внуки будут строиться. Серьезно? А есть какая-то разница, на ваш взгляд, между решением этой программы и проблемой в Димитровграде и Ульяновске? Или одно и то же? Нет, совершенно разные вещи. Дело в чем. В Ульяновске есть такая вещь, как желание помочь. У них, да, у них полно проблем. Никто не говорит, что это легко. Но у них есть самое главное – желание. Поэтому люди не стоят десятилетия в очереди. То есть, очередь там 2-3 года. Да, у них есть проблемы с дорогами. Но мы еще до дорог даже не дошли. Понимаете? То есть, у нас проблемы качественно другие. Принципиально другие. То есть, у нас проблема запущена. Понимаете? А у них решается. А что у вас с бесплатным питанием, кстати, многодетных? Я слышал, там проблема какая-то была. Ну, с бесплатным питанием – это отдельный интересный разговор. Похоже, это тоже преступление, что мы просим – это бесплатное питание. Хотя мы всего лишь просим уравнять нас в правах с Ульяновском, где это давно уже существует. Мы не просим ничего такого архива. Но на нас накинулись. Да как вы посмели, как вы посмели трогать димитровградские деньги. Да мы найдем им другое применение и все остальное. Кто накинулся? Сторонники коммунизма. Вернее, сторонники КПРФ. Я не могу их назвать коммунистами. Не, но фамилии есть какие-то. Кто там? Ну, опять же, мы просили Ерышева, он отказал. Мы просили Крючкова, он на меня налетел. Это депутаток, да? С видеокамерой, да, с видеокамерой, крича, что это провокация и все остальное. Я даже выложил это в сеть, за что он обиделся и против меня снял обидный ролик. Ну, это ладно. Они любят ролики. Подождите, но я думаю, что решение о том, что кормить бесплатно многодетных, это решение областное, нет? То есть это на местах... Не, не, муниципалитет. Ну, понятно, что там принимают муниципалитет, простите, да. Но решение изначально Сергей Иванович Морозов озвучил и говорил, что всех детей должны кормить. Многодетных, я имею в виду, да. Ну, скажите, как это, технология какая-то. Почему так-то произошло? Технология примерно такая. Перед самым Новым Годом мы очередной раз встречались на рабочей группе по проблемам многодетных семей. И губернатор озвучил свою инициативу. Ну, раз городские власти не хотят вам на это выделять деньги, давайте выделит областная власть. И мало того, раз городские чиновники считают, что невозможно составить такой документ, по которому димитровградские многодетные семьи питаются, я поручу своим чиновникам, и они им сделают черновик, и потом им достаточно будет писать свои имена в этом документе. И уже зимой многодетные семьи будут питаться. Ну, то есть, чтобы совсем уже не открутились, им просто останется фамилия взять. Совершенно верно, и число поставить. Но дальше начались чудеса. То есть, Шишкина очень долго делала этот документ. Вместо того, что в конце зимы, вот мы уже приходим к первому сентябрю, блин, документ не готов. Шишкина, это... Заместитель главы города по соцвопросам. Совершенно верно. А в прошлом директор школы Ульяновской, по-моему, да? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, и дальше что ли было? Дальше было самое интересное. Мы переговорили с депутатами нашей Димитровградской думы, и нас очень много поддержало депутатов. То есть, ЛДПР, Единая Россия, потом непартийные депутаты. И дальше началось голосование. То есть, в связи с тем, что они видят, что у города не получается составить этот документ, или не хотят они, они обратились письмом к губернатору. И нам не хватило, чтобы Дума поддержала всего двух голосов. То есть, перевес у КПРФ всего было два голоса. Но они все равно отправили это письмо, губернатор это письмо рассмотрел и направил им гарантийное письмо, что деньги придут. И мало того, даже, как говорится, пообещал юридически поддержать этот вопрос. Сейчас мы просим город все-таки документально все это дело оформить. Но я опять же боюсь, что... Это сколько длится-то по времени уже? Ну, год, получается. С прошлого года дети обещали зимой, получается, да? Полтора года мы добиваемся бесплатного питания. У коммунистов, интересно. Да, в конце того года губернатор нас обещал, поддержал и пообещал выделить средства. И вот только сейчас мы с таким диким трудом, вот с такими криками и скандалами доводим это все до логического завершения, к первому сентябрю. Мало того, такие депутаты, как новичков в Думе, уверяют нас, что бесплатное питание не введут. А давайте позвоним Людмилу Петровне и, может быть, спросим, да? Позвони, если трубочку возьмем, чтобы всех не занят. Просто напрямую, скоро начало учебного года, да? Хочется знать все-таки, будут кормить детей? Ну, вообще, да. И вообще, какая проблема? Почему это все происходит? Странная очень история. В Ульяновске главная проблема нет, да? Ну, кормят же детей. Ну, кормят, ну, кормят. Я просто вообще не понимаю, зачем? Почему это так происходит? Вроде бы, люди, которые отвечают за социальную политику, тем более коммунисты, да, левая партия, ну, что ж, это они должны делать железо безумным, да? Ну, конечно. Получается, позвонить, так сказать, на Петровне? Набираем. Спросим о том, вдруг что там. Вдруг, вдруг мы получим какой-то ответ, что-то, не знаю, продуктов не хватает или повара нет, мало ли. Или бумаги где-то зависли. Занято. Ну, попробуем еще раз чуть попозже. Алексей, я предлагаю вернуться к все-таки той теме, к вашему выделению земель, скандальным так получилось, да? Вот еще раз, значит, был чат многодетных, где тысяча человек, да? Совершенно верно. И что ты там, вот, как зовут многодетную маму? Ольгу Кутузова. Ольгу Кутузова. Что она там написала и что произошло дальше? Ну, начнем с того, что этот Вайбер у нас, страничка закрытая, то есть это не какая-нибудь там радиостанция или не какой-то там доступный. Это там, где мы свои житейские вопросы решаем и там, где мы делимся наболевшими, там, где мы шутим и обсуждаем какие-то жизненные для нас темы. В связи с тем, что такое количество человек и постоянно многодетные новые появляются и заходят к нам в сообщество, ну, рожают, рожают, вот так вот случается. И мы их не можем отследить. Да, отследить сложно, кто это там. Да, поэтому под чужими именами... Справку просите в следующий раз. Да, заходят сторонники КПРФ, скринят это все, потом дальше выставляют. Мало того, их за это награждают. Вот какая-то политическая борьба прям, да? Орудие, орудие политической борьбы. Как награждают? Ну, различными званиями. Вот, например, два таких вот сотрудника КПРФ, сторонника, то бишь, их наградили тем, что они вошли в общественную палату города Димитровграда. Вот, например, многодетных туда не пустили, хотя мы тоже предлагали свою кандидатуру. А вот их за то, что они скринят, подглядывают в замочную щелочку. Это все равно, что в 1937 году люди смотрели, что там болтают на чужой кухне, а потом писали доносы. Вот примерно здесь та же самая картина. Из-за доноса в общественную палату. Да, 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 их награждают. Что-то такое невероятное. А я тебе расскажу, вот мы, Алексей, не отпустим, пока они вообще не допросим его. Не допросим, да. По поводу, как в НКВД, по поводу, значит, Димитровграда, потому что там, конечно, ад. То есть, на самом деле, в городе, ну, какой-то сумасшедший дом творится, потому что это ведь не только с многодетами так, на самом деле. Ну, 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 и что? Да, и что там, нет, а что, ну, что она написала хотя бы, ну, можем сказать? Ну, в общем, примерно так. Там было три строчки, кто-то там говорил, они придут, все сорвут там. Это вот про заседание, про общественные слушания, правильно, по этим участкам, вот этим недострадальным. Да, 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 и хихикали, каждый там шутку-прибаутку. Она заявила, ну, я с тротилом приду, и там смешные роли, рожики, все, больше ничего. Мало того, она опомнилась, тут же стерла эту запись. А, то есть, стерла даже запись. Совершенно верно. Мало того, нас предупредила, я, например, даже не успел прочитать, да. Но они выждали момент, они на следующий день, когда у нас должны были слушания по изменению, вот, что вместо многоэтажек там будут коттеджный поселок, да, они это дело через администрацию города Димитровграда, а точнее через исполняющие обязанности главы города Большакова и начальника службы безопасности администрации города Димитровграда Лапина, эту информацию отправили в полицию. То есть, написали заявление, получается, просим разобраться, или что там это было? Совершенно верно. Поэтому, когда Оля Кутузова и мы все подходили к ДК Восходу, он был оцеплен, но Оля Кутузова не растерялась, она подошла к полицейским, сказала, я знаю, из-за чего это произошло, это вот из-за моей шутки, потому что после этого сторонники вот этих вот КПРФ позвонили, начали хихихать, говорить, ты попала. Ей? Ей позвонили лично. Отправили сообщение, причем не просто лично, а публично разоблачились вот в нашей страничке на Вайбере и объяснили, что с ней будет. Нормально, да? А что они, чем ей пригрозили, что сказали? Ну вот, примерно то, что они сделали, тем они и пригрозили. Ну, то есть, они пригласили к возбуждению уголовного дела, и тем, что человека просто за терроризм... То есть, был скрин, который быстро успели сделать... Не-не-не, подожди, подожди, но они потребовали, как я понимаю, это заявление было о возбуждении уголовного дела, как минимум. Ну да-да-да. Ну что это еще могло быть такое? Там были какие-то разбирательства судебные? Да, что там было. Смешные рожицы, и весь диалог был в виде шутки. Ну, как КВН. Ну, ты понимаешь, Вик, что происходит? То есть, эти замечательные друзья, они вот все время дергают правоохранительные органы разным способом. То девчонок вытащить на площадь, и несчастные полицейские, вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной деятельностью, да, там, правопорядком, правопорядком, они вынуждены прибегать, потому что есть нарушение формальное. То заявление пишут, и вместо того, чтобы расследовать реальные уголовные дела, связанные... Да, оцепляют ДК, да. Да, оцепляют ДК и гоняют там никаких несчастных многодетных. Вообще, дикая история для меня, потому что это какое-то противостояние действительно многодетных и ваших, скажем так, людей, которые должны вас защищать, права наоборот, да. Я боюсь, что это век противостояния города, жителей города Димитровграда и случайно на эмоциях выбранной городской думы. То есть вот была пенсионная реформа, накопилось много претензий к власти, ну, выбрали. Как нам вчера Алексей Владимирович, в общем-то, куриный, 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 вчера рассказал, что да, выбрали людей, ну, склонных ко всякого рода провокациям, кого можно развести там на какие-то уголовные поступки, которых они потом из партии исключают. То есть он же об этом нам вчера рассказал. Вот такой состав там и выбрали. Такой состав и выбрали. И, в принципе, это противостояние между жителями города и городской думой. Или не так, Алексей? Совершенно верно. Дело в чем? Вот когда все это произошло, тогда и выбрали вот этих депутатов, многие жители верили, что что-то изменится в лучшую сторону. Ну, идеи-то хорошие были. Все поделить, да, вот остановим приватизацию, все назад. А все поделить, что делить предлагалось? Все отнять и поделить. Все отнять. Это же здорово. У всех все отобрать и все поделить. Но проблема заключается в том, что они не учли самого главного. Эти ребята гопники. И поделить это значит поделить между ними, а не между всеми жителями города. Гопники это депутаты? Я считаю, что часть депутатов это именно таким названием можно назвать. Объясню почему. В 90-е были такие люди, которые кричали, орали, силой брали. Ничего хорошего из этого не получилось. Мы помним эти годы. Мы не хотим к этому вернуться. Хорошо. У нас сейчас еще одна рекламная пауза. После нее мы вернемся к разговору. Реклама. Прогноз погоды представляет сеть магазинов бытовой техники «Полюс». Погода на Дорожном радио. Сегодня днем в Ульяновске ожидается малооблачная погода без осадков. Атмосферное давление составит 745-748 мм ртутного столба. Влажность воздуха 41%. Ветер северный и умеренный. На термометрах от плюс 19 до плюс 21. В Барыше, Корсуне и Индии синоптики обещают до плюс 22 малооблачно. В Новоспасском, Николаевке и Кузоватого столбики термометров будут держаться на отметке от плюс 19 до плюс 22 градусов. В Сингиле и Сурском до 21 выше нуля и также малооблачно. Прием. Докладываю разведданные. Только в «Полюсе». Честная рассрочка на холодильники, морозильники и лари, а также на стиральные машины и встраиваемую технику. Рассрочка именно честная. Повторяю. Рассрочка честная. Быстрая бесплатная доставка по городу. Передаю координаты магазинов «Полюс». Пушкарева, 8А, Хрустальная, 31, второй этаж и проспект Ульяновский, 24, ТЦ, Стройград, второй этаж. Связь окончена. Банк-партнер АО «Почтобанк». Срок акции до 31 августа текущего года. Возвращаемся в студию «Симбирского разворота» на радио 103.5. Напомню, в студии ведущей программы «Между строк» Эрнест Старателев. И Виктория Чернышева. И наш гость Алексей Якушев, лидер движения «Многодетный креатив» из Димитровграда. Говорим мы о проблемах многодетных. Напомню, телефон прямого эфира. Код 8422-44-0808. Звоните, задавайте вопросы, комментируйте, не забывайте представляться. Слушать нас в интернете можно на сайте дорожная73.ру. с компьютером или мобильного телефона. Также видеотрансляция идет на сайте 73 онлайн. Там вы можете оставлять свои комментарии и также задавать вопросы. Я предлагаю все-таки еще раз попробовать позвонить замглавы города по соцвопросам. Димитровграда, да? Да, Людмиле Петровне. Опять что-то такое, да? Может быть телефон? Уточним. Мы хотели узнать, почему же многодетных... Попробуй своего, за своего набрать. Да, давайте сейчас попробуем своего. Потому что почему же многодетных у нас не кормят бесплатно в Димитровграде, да? В Ульяновске кормят. Где нас еще кормят? Да везде, наверное, кормят. По всей стране. А у нас почему-то такое происходит. Сейчас попробуем. И это, кстати, на фоне всеобщей борьбы за рост демографический, да? За то, чтобы людей становилось больше, чтобы рождаемость повышалась. Ну, это, в общем, в целом, это все-таки у нас политика власти. Поэтому что... Ну, это вообще-то политика власти в любой стране. Да. Но теперь недоступен теперь. Понятно. Ну, может быть, она на каком-то совещании. А может быть, слушают наш эфир всем обкомом. Не хочет разговаривать, да? И теперь выключают свои телефоны. Бог его знает. Я хочу все-таки логично завершить вот эту тему про общественное слушание. Вот Ольга сама. Как она пережила вот этот стресс? Ну, это стресс же был для нее. Напомню, газетную маму, они в терроризме. Давайте вот про Ольгу. Эта мама, сколько детей, что за семья? Сколько она ждет участков своих уже, может быть, знаете лет? Ой, она ждет так же долго, как и мы все. Она, по-моему, на очереди стоит где-то 150-е. И вот эти слушания как раз проходили и по ее участку. Сколько детей у нее? У нее четверо детей. В общем, она очень активная, энергичная мама. Она участвовала во всех наших мероприятиях. И в пикетах, и в митинге, и в других, в других, в других. Вы поймите, у нас их очень много. Потому что мы поняли самую главную вещь. Что на письма наши никто не реагирует. А вот когда мы делаем какие-то шумные акции, вот тогда к нам прислушиваются, видят, слышат и пытаются что-то исправить. Ну, как она перенесла вот это обвинение в терроризме? Очень тяжело перенесла. К ней вызывали скорую. Поэтому после скорой, после того, как у нее подскочило давление, после того, как скорая ей делала уколы, следователь очень тактично подошел к этому всему. Даже разрешил до полиции доехать на своей машине. Хорошо, что не в наручниках, да, не забрали. Да, и подождал даже адвоката, пока я его вызвала. И он приехал. Спасибо ему за это огромное, за этот такт. И вообще спасибо, что он как-то сглаживал эту ситуацию. И сердце у Оли выдержало. Знаешь, это наш вчерашний гость Алексей Владимирович Куринный. Наверное, я бы сказал так. Ну, всякие у нас люди в КПРФ есть. Ну, могут и настучать в полицию по липовому поводу. Ну, можно было разобраться просто хотя бы, да, в самом чате. Ну, просто спросите, девушки, ну вы что тут пишете? Ну, это все-таки нехорошо. Ну, друг с другом пообщаться, как обычно, в социальных сетях нормальные, порядочные люди. А сразу скрины в полицию? Такое ощущение, что ждали, как будто, что ли, не знаю, вылавливали, может быть, какой-то повод. Ну, конечно. То есть, это такое сотрудничество с властью. Да, вот они все время борются с властью. Но когда власть нужна, вот правоохранительные органы, сразу заявлятся, да, сразу настучать. И вспоминаются разнообразные, да, случаи, когда у нас действительно там за разные скрины. И публикации в соцсетях сажали и так далее. Они говорят, что это нехорошо, и все оппозиционеры об этом пишут, осуждали. Ну, вот и то. Я вообще не помню, я не помню, чтобы в Ульяновске и в Ульяновской области кто-то со стороны, скажем так, ну, какой-то властной структуры вот такого рода заявления делал в последнее время. Я помню в свое время некоторых ваших политтехнологов, еще во времена Шаманова привлекались за какие-то листовки, было дело. Но давно этого нет. Давно этого нет. Я тоже не помню, чтобы... На Димитровград опустился такой красный дракон, как спец из Шварца, да, про дракона. И все, и захватил город. Они там живут, как, понимаешь, в каком-то совершенно уже перевернутом мире. Когда многодетных преследуют, многодетных за требования социальной гарантии, за требования социальной поддержки, за нормативные, в общем-то, требования. Ну, и за шутки в чате Вайбер. И за шутки в чате Вайбер преследуют оппозиционеры, как бы, да, коммунисты, люди, которые как раз должны бороться за эту социальную справедливость. Это великость. Алексей, ну чем закончились ваши общественные слушания по этим участкам? Общественные слушания закончились хорошо. В общем, они... Мы дождались, пока собаки поищут взрывчатку, пока снимут оцепление, попросили чиновников не расходиться. То есть, ты понимаешь, зачем это было сделано? Чтобы люди разошлись. Не допустительные миссии. Конечно. То есть, они все это сделали не для того, чтобы Оль-Кутузу, конечно, посадить. То есть, они сделали это для того, чтобы административным способом... То есть, это такой последний шаг. Да, сделать так, чтобы эти слушания были сорваны. Это же понятно. Но они не были сорваны. Но они не были сорваны. Не были сорваны. Так они стойкие просто, потому что... Закаленные, да. Да, мы дождались, пока все это пройдет. Дальше пришли в этот зал, расселись в шахматном порядке, как нам велит коронавирус. Выслушали все, что нам скажут. Сказали, мы за, что вместо многоэтажек нам, как говорится, дадут эти земельные участки. Дальше слушания закрылись. И мы, как говорится, разошлись. А сколько времени все это длилось? Пока там собаки, пока мины, пока кто-то, пока все. Ну, несколько часов, наверное. Понимаешь, да, как на тебе издеваются, да? И так издеваются над людьми. Жалко, что госпожа Шишкина не отвечает на вопросы, потому что, вообще-то, это ее компетенция, это сфера социальной политики. Она замглавы города по социальным вопросам. Хотелось бы что-то услышать, на самом деле. Хотелось бы услышать, зачем все это происходит. Вы попробуйте подозваниваться, ребята, если получится. Да, может быть, получится все-таки. Но человек может. Так что дальше теперь? То есть, общественные слушания проведены, да? Следом Дума, правильно? Совершенно верно. Следом будет Дума, которая будет голосовать. По, опять же, вот этому вот, что все одобрить. И, мало того, еще предстоит много-много работы чиновников. И после этого только, когда мы получим одобрение Думы, эти участки, опять же, область будет выделять многодетным семьям. Обращу внимание, почему я говорю именно область, потому что вот это маленькое количество земельных участков, это вот этот участок выделило именно непосредственно руководство Ульяновской области. Потому что на одной из встреч Сергей Иванович сказал такую вещь. Слушайте, ребят, а вот там рядом вот с этим большим массивом есть маленький участок, который принадлежит Ульяновской области. Как вы смотрите на то, чтобы его тоже дать многодетным? Ну, само собой, я сказал, конечно, Сергей Иванович, положительно. И вот тогда еще городские чиновники во главе с Галактионовым хвастались. Не стоило это все делать. Мы и так быстро выдадим участки, еще и наперегонки, еще и обгоним. Но в итоге, вот, уже область выдает участки, все как положено по дорожной карте сроки, а городские власти мы пока не видим, когда они выдадут свои обещанные участки. Опять же, подчеркиваю, эти участки, они выделены федералами с помощью области, городу, чтобы раздали многодетным. Ну, тут еще понятно, нагрузка на бюджет, да, город же должен будет обеспечить инфраструктуру. Биб, понимаешь, это же вопрос какой. Ну, подожди, подожди, подожди. Есть позиция города как девелокер, нормальный глава города, нормальное руководство города. Как эти вопросы завершать? Но если есть какая-то задача, если есть многодетные, которых считанное количество, их понятно сколько, можно выделить им какой-то объем земли. Наверное, можно сесть вместе и как-то договориться о том, чтобы часть земли, например, ушла к какому-нибудь коммерческому застройщику. Да, кстати, инфраструктура как раз-таки может быть. Он на свои деньги инфраструктуры, ему бы дали какие-нибудь, я не знаю, там, может быть, скидки, может быть, в какой-то льготной цене, может быть, еще что-нибудь, да много чего. Более того, сейчас же существуют там методы, которые очень широко применяются в Ульяновской области, компенсации по отечественных ставок для бюджетников, да много чего. Это надо просто сесть и поработать. Не поорать на митингах, не порассказывать глупости, как мы вчера наслушались их, а поработать. Я думаю, что, наверное, многоодетные семьи, понимая, что это бюджетная нагрузка, наверное, конструктивно к этому отнеслись бы. Ну да, какой-то вариант бы нашелся, наверняка. Конечно, мало того, мы кучу таких вариантов предлагаем, и область нас слышит, и мы нормально решаем. Но вот в данном случае, что касается именно вот этих вот товарищей из Димитровграда, они настроены неконструктивно, они отрицают все, и они очень агрессивны, что вот плохо. А почему так вообще? Что это? Ну, потому что город фактически зачищен. Что такое зачищен? У нас практически нету оппозиции. То есть, вот эти люди пришли и разогнали всех, окроме нас. Мы остались и говорили... То есть, вы оппозиции сейчас? Эти люди, это вы имеете в виду, ГПРФ пришло в Думу и зачистило всех, и в администрации, и в Думе. Чтобы понятно было... Совершенно верно. Что значит зачистило? Конечно, нет у нас расстрелов, нет у нас сажания воронки. У нас есть другое. Наезды различные, обливание грязью в интернете, полоскание честного имени. Когда человек не знает, как оправдаться, но видит постоянно свое лицо в интернете, само собой, вы поймите, простые граждане, они теряются, они говорят, зачем нам это надо, мы лучше будем сидеть тихо, не высовываться. И вот таким образом город фактически зачищен. Одни мы говорим, нет, ребята, товарищи, вы пришли к власти для того, чтобы работать. Вот, пожалуйста, соизвольте работать, потому что до вас у нас были определенные договоренности и соглашения. Соизвольте их выполнять, соизвольте выполнять закон. Но они не хотят. Ну, то есть, пресловутое гражданское общество, они благополучно в Димитровграде запугали. Понимаешь? Запугали. И последнее осталось, вот, многодетные, которым отступать некуда, потому что у них за спинами дети, семьи, и которым надо просто свои проблемы мешать. Часто, я думаю, жить просто негде. Понимаешь? Ну, да. Алексей, а вообще в целом, вот как обстановка в городе? Вот какая там, не знаю. Атмосфера. Атмосфера, да. Что чувствуется? Атмосфера очень тяжелая. Дело в чем? Когда вот идет такая чернуха, когда идет такая грязь, люди некомфортно себя чувствуют. Потому что, ну, вы поймите, человек должен стремиться к чему-то хорошему, к чему-то счастливому. А когда он видит постоянный негатив, то есть дела никакие не делаются, а нагнетается какая-то такая нервозная обстановка во всем, что не происходит, обвиняется почему-то губернатор и руководство области. Вот приведу пример, опять же, этого бесплатного питания. Опять же, депутат городской думы, новичков, заявляет, этого не будет. Почему? Я его тоже самое спрашиваю. Аргументы, да, какие? Какие аргументы? Вот деньги не успеют выделить. Ребята, если вы хотите работать, вы должны направлять официальные письма. Допустим, вы не верите, что деньги в нужный срок, 1 сентября, область выделит. Вы должны официальное письмо направить. Вот мы такие-то, группа депутатов, мы не верим. Предоставьте нам какие-то гарантии. Но этого ничего не делается. Все сидят на стулех ровно. Только говорят, мы ничего не верим. В итоге дел нет. А 1 сентября, подчеркиваю, приближается. То есть, понимаешь, они не верят, что им выделят деньги. Они не верят, что им, хотя выделяется земля, да, выделится земля. На самом деле, за всем этим есть два мотива. Один мотив. Понимаешь, коммунисты не могут убеждать, когда что-то более-менее хорошее делается тем же Морозовым. Вчера к нам приходил человек, вместо того, чтобы рассказать, чего у него внутри партии происходит, Алексей Куринный, он рассказывает все время про губернатора, про каких-то друзей, родственников, что знает про что. А интересно, что вы делаете. Вот у вас город в руках. Вот какая-то работа там должна вестись. Ну, как она ведется? Расскажите, как она ведется? Нет, давай расскажем, как другой, плохой и так далее. Когда губернатор, там или кто-то еще. Ну, делает нормальный шаг. Выделяют деньги на питание многодетным детям. Оказывается, это плохо. Потому что иначе... Нереально, скажем так. Не то, что плохо, это нереально. Не-не-не-не. Плохо, если... Ты не слышишь. Я поняла. Плохо, если накормят. Потому что тогда нечего говорить. Нужно накормить. Тогда не о чем будет ругаться. Вот гад. Губернатор там или Семикалин, или еще кто-то. Выделили землю многодетным детям. А, семьям. Многодетным семьям, их детям. Выделили землю. Вот гады, а. Это же проблема какая. Надо же туда дороги везти. Надо же будет работать. Надо же будет как-то это строить. Зачем нам это? Это какая-то провокация. Выделить землю многодетным. И вот это на самом деле просто практика людей, которые не умеют работать. Просто не умеют, не хотят. И более того, им не выгодно, чтобы было хорошо. Потому что иначе тогда им не на что будет опереться в своей агитации. Интересная точка зрения, действительно. Вот вы меня сейчас попросили зачитать мнение политолога Алексея Кыню. Кыню, да? Алексей Кыню, известный, кстати. Вот, Алексей, вы тоже послушайте. Вот он уверен, что подобное поведение коммунистов, ну, тут описывались все последние наши события, в том числе и в законодательном собрании, свидетельствует об определенном кризисе идей и застое внутри КПРФ. По крайней мере, в отдельных регионах, в частности, в Ульяновской области. То есть не только у нас такое. Вместо серьезной дискуссии и грамотного подбора кадров все сводится к информационному эпатажу. Один из главных врагов политика – разочарование после необоснованных обещаний. Можно добиться быстрого успеха на хайпе и негативной риторике, но мало кто может потом предъявить реальные достижения. Приходится оправдываться и катиться назад. Отвечать за несделанное или просто критиковать, когда свободен от обязательств, как говорится, почувствуйте разницу. Мне кажется, КПРФ в Ульяновской области сейчас как раз столкнулась с эффектом завышенных ожиданий, которому не смогла должным образом ответить, так как не была к нему объективно готова. Я хочу заметить, что это Алексей Кынев. Алексей Кынев – это доцент высшей школы экономики. Между прочим, это один из самых оппозиционно настроенных политологов в стране. Он такой достаточно жесткий критик, последовательный критик Единой России, последовательный критик, в том числе и президента, избирательных наших практик. Он последовательный критик. Но, понимаешь, когда вещи очевидны, что об этом еще скажешь? По-моему, в Дентрограде как раз та самая ситуация, когда разочарование именно в ожиданиях. Когда были ожидания определенные, да, Алексей? Ну, Алексей, надо спросить, что вообще происходит. Народ как вообще, разочарован или еще верит в коммунисты? Вы знаете, народ не просто разочарован, народ деморализован. Что это значит? Вот они ждали, ну, хотя бы чего-то. Они ничего не получили, окромя только ухудшения своей жизни, и дальше одни хотят Санта-Барбаре продолжение банкета, да, ну, типа бухать так бухать, да, пока, как говорится, не останешься в одних трусах. А другие говорят, не, ребята, надо трезветь, надо заканчивать с этой ситуацией. Следующий вопрос встает, как заканчивать? Потому что мы сбились с того пути, пошли по этому, оказалось, и этот путь никуда не годится. Поэтому многодетные предлагают очень просто. Да не надо ничего больше заканчивать, надо просто выполнять вот то, что мы решили, причем мы решили это еще до коммунистов. Это взятое обязательство? Совершенно верно, делать, добиваться. У нас во дворах надо порядок наводить, у нас предстоит рутинная тяжелая работа. Вот этой работой нужно заниматься, а не промывать мозги какими-то там непонятными идеями, которые с треском провалились, и в которые они же сами не верят. А почему они вообще с вами не наладили диалог нормальный? Ну, вы активная общественная организация. Представьте себе город. Сила определенная, это сила большая. Сила большая, тысяча семей в организации, активных людей, у которых есть проблема внятная, понятная, в общем не очень политическая, которую просто нужно мешать. Почему они с вами не наладили диалог? Что такое, почему? Вы знаете, у них странный диалог, у них нет конструктива. Вот мы всегда встречаемся с губернатором, с руководством области, мы встречаемся всегда по конкретным техническим вопросам и навстречу прорабатываем детали, как их решить. Понимаете? Когда приходишь к этим людям, то у них какие-то странные. А мы пошли на митинг, а пошли еще куда-нибудь. То есть к ним приходишь решить по питанию, тебе какой-то митинг. Зачем мне этот митинг? Зачем мне куда-то ходить? Я пришел к вам решить определенный насущный вопрос, который нужно решить, потому что семьи у нас в Димитровграде не самые богатые. Я их, честно говоря, не понимаю. То есть приходите к чиновнику за решением проблемы, он вас зовет на митинг? Совершенно верно. Было такое, реально? Да, вот у нас, мне смешно было, но вот тут был праздник один, подогнали танк, подогнали Катюшу и всех чиновников, даже из Единой России, которые были под предлогом, ну вы смотрите. Я смотрю, чиновники начали стягиваться на площадь. Сначала для меня было нелепо, а потом я сообразил, ух ты, классно же, сейчас у меня тут пару документиков, и главное, я бы два дня, два-три дня бегал, чтобы все подписи собрать, а тут они рядышком. Я хлобыск-хлобыск, за 15 минут сделал то, на что потратил бы три дня. Ну и что, полезное мероприятие было, полезное. Не получается нам, госпожа Шишкина, позвонить, что там происходит? Давайте еще звоночек попробуем сделать, все-таки интересная и противоположная точка зрения услуги, потому что с питанием совсем уж непонятная история, отчего не взять деньги областные, начать кормить детей. А вообще, а участки хоть кому-то дали в вашем городе? Вот, а почему еще и... О, звонок идет. Нет? Да. Алло? Алло? Алло, Людмила Петровна? Алло. Не получается, да? Нет, ну давайте, давайте. Все, да. Попробуй, попробуй со своего телефона позвонить. Может быть, да, попробуем. Да, вот, что-то, что-то со связью, какая-то проблема. Сейчас давайте попробуем звониться. Потому что это, конечно, удивительная история, как это не кормят детей бесплатно от страны, коммунистов. Да, бесполезно, ну ясно. Ну не получается, нам звонится. Ну и как, Алексей, у вас перспективы-то? Да, нет, я хотел спросить, дали ли участки кому-нибудь? Вот еще почему и они так бесятся. Дело в чем, это не первое слушание, которое они сорвать хотели. Это второе слушание. Первое тоже пытались сорвать. Пришел депутат, сказал, я житель города, я против всего этого, наш Димитровградский дом. Потом мы начали выяснять. Коммунист, что ли? Да, коммунист. С двумя операторами, которые его хорошо снимали. Но тут же встали многодетные папы, и он вынужден был уйти. И слушание прошло нормально. Но потом мы наводили справки, оказалось, он вообще не житель Димитровграда, он житель Новомайны. То есть, получается, вот своими выступлениями он обманул всех. Не, ну у вас там вообще, как я понимаю, людей выбирали как обычно, на сегодняшний день практика КПРФ, паспортные данные зарегистрировали от партии. Людей никто не знает, в принципе, там вообще жители из других каких-то территорий могут вполне оказаться депутатами Димитровградской городской думы, я боюсь и Ульяновской городской думы, там просто навезут какие-то паспортные данные, их зарегистрировали. Ты кто-то вообще, Вика, спрашиваю, у кого-то хотя бы сейчас получилось получить земельный участок? Да, получилось. У нас те участки, которые выделил губернатор, сначала мы 90 вот недавно выдали участков многодетных. Нормально. Теперь вот после того, как не удалось им сорвать слушание по 70 участков, мы ждем осенью выделения этих 70 участков. Спасибо. Будем надеяться, что все-таки они будут выделить. Спасибо. Спасибо большое, да. Напомню, что у нас сегодня в Симбирском развороте был Алексей Якушев, лидер движения «Многодетный креатив». Из города Димитровграда. Я забыл сказать еще одну вещь. Давайте. Прошу прощения. Очень обращаюсь к депутатам думы. У нас может сорваться вообще любое питание в школе. Дело в чем? Они решили устроить аукцион с новыми, как говорится, ведущими по питанию. Вот представьте, 1 сентября на носу они устраивают аукционы. И если сейчас это все вот так будет происходить, дети вообще могут все остаться без питания. Пожалуйста, нельзя вот так делать. Надо будет эту тему отдельно осветить. Спасибо, Алексей, за информацию. Спасибо большое, кто нас слушал. Оставайтесь. И радуйтесь, что вы не в Димитровграде. И радуйтесь, что вы не выбрали депутатов-коммунистов. Всего доброго.